Всем привет! Вы снова в студии 1 потолок. Мы давно не снимали, был у нас небольшой перерыв, но продолжаем. Итак, мы на сегодня собрали вот такой вот для вас стенд. Он выглядит красочно, но на самом деле он простенький. Здесь речь пойдет сегодня про вот эти все светильники, про их установку и про ценообразование. Но давайте про антураж в двух словах. Здесь собрали по периметру контурно-теневой профиль от компании Flexi. Установили в него ленту 86 и, соответственно, вот такой вот сопрягли, так сказать, связали вот такой вот узел из профиля SY от компании SVG. И от них же установили сюда вот такой светосик. У меня сейчас ремонт дома идет. Я планирую такие на кухню по-любому себе поставить. Мне очень нравится, как они светят. Значит, давайте про сами светильники. У нас заказчики часто удивляются то, что одни и те же светосы там, да, могут по-разному стоить. Ну, для заказчика то, что они одни и те же, могут по-разному стоить и установки. И разница там существенно отличается. Я буду называть сейчас с ценами, вам говорить. Они плюс-минус актуальны на сегодняшний день, потому что все сечет, все меняется. Вот, но тем не менее, погнали. Самые стандартные светильники на сегодняшний день это вот такие вот GX53. Ну, и M16 тоже можно рассматривать. Светильники, которые заведомо имеют вот такое вот углубление под вот это термокольцо. А, наверное, надо чаще такое термокольцо. Это многие даже не поймут. На тяжелом потолке нельзя просто, глядя, вырезать дырку и все, и вставить в расцветильник. Туда устанавливается платформа и, соответственно, клеится вот такое вот термокольцо. Вот, иначе у нас полотно дальше расползется. Соответственно, вот эти светильники также, как наряду с МРКами, ну, как правило, МРКами, как правило, все имеют вот такое углубление под это кольцо. Соответственно, установка такого светильника на сегодняшний день стоит 300-400 рублей, в зависимости от регионов, туда-сюда и так далее. Ну, 300-400, да, запомнили. Эти же светильники, понятно, можно установить с внутренней вклейкой. Что такое внутренняя вклейка? То же самое кольцо, только приклеенное с обратной стороны. Здесь надо понимать то, что работа по установке вот такого уже кольца, она как бы не сложная для опытного мастера, но в то же время она занимает дольше времени. И появляется, всегда появляется вероятность при работе с клеем на потолке, там неудобно и так далее. Что-то испортить с полотном. Сам попадал, так как ровно протекал клей и просто меняли потом полотно, то есть здесь ничего такого нет. Соответственно, вот такие вот светильники, если мы там берем какую-нибудь однушку и установим туда 30 светильников, мы это сделаем за час. Вот это мы будем делать часа два, может быть и поболее. Соответственно, работа эта стоит дороже. Внутренняя вклейка кольца на сегодняшний день стоит порядка 600, ну, короче, давайте на 600 остановимся, 600 рублей. Казалось бы, на этом светильнике вот это вот не требуется, внутренняя вклейка кольца, но она нужна, когда вы покупаете вот такие светильники. Эти светильники у нас сегодня люминотерские все. Видишь, здесь уже нету этого бортика. Соответственно, у заказчика встает выбор. Либо мы вот так вот его прямо установим, и будет зазор. Вот как раз вот этот зазор, там 2 миллиметра. Многие заказчики не хотят за это переплачивать, и они заведомо говорят, вот их предупреждают, им показывают, но они хотят установить именно так. Это неправильно, но мы так сделать можем. Как говорится, любой каприз за ваши деньги. В данном случае не деньги. По-хорошему это должно делаться вот так. Соответственно, ваши светильники, которые вы купили, красивые, недешевые, они будут хорошо выглядеть, они будут плотно прилегать к потолку и так далее. Вот, если вы не готовы платить за их установку, тогда, может быть, светильники стоит попроще выбрать. Ну, как мне кажется, не знаю. И давайте перейдем к квадратным светильникам. Здесь тоже это вот следующая уже категория цены. Бывают квадратные светильники, когда он вроде как бы квадратный, но ты его достаешь, и внутри у него платформа круглая. То есть, вот это от этого ничем не отличается. Ну, и один производитель, и просто разная форма. Соответственно, за их установку с вас дороже никто не возьмет. Будет столько же стоить рублей 600. Просто внутренняя вклейка и круг. Почему? Почему я говорю, ну, акцент делаю на круге? То, что мы, допустим, вставляем длинный коридор, метров десять, вот так вот в ряд их ставим, и они у нас все даже ровно стоят. Соответственно, мы даже после поклейки сможем их выставить. Отойти, посмотреть на глаз, там и всем выставить. Но возникают сложности, когда мы переходим уже вот к таким, а тем более вот таким светосам. Здесь уже все просто так нам не дастся. Здесь не получится ничего двигать, здесь другие платформы идут. Здесь уже нету термоколец. Здесь вклейка идет прямо в платформе. Вот она вклейка, прямо в платформе. Как это выглядит? Вы выбрали себе вот такой светильник. Казалось бы, он же квадратный, а здесь же круглый, и все легко. Но не тут-то было. Теперь, что требуется нам сделать? Нам требуется побежать на производство ЧПУ, заказать вот такую вот платформу. К ней делается вот такая вот еще обратка. Платформа это не производственная, это ручная, как мы здесь сделали, но выглядит она примерно так же. Эта обратная часть у нее просто вставляется. Значит, для чего это? Первая платформа делается под заказ, соответственно, стоит денег. Она делается из вот такого сантиметрового пластика. Ответная часть ставится, вот она здесь, для того, чтобы вот эта вот основная белая широкая платформа не просвечивала от светильника. Многие-то как думают, то, что белая из-под белого не просвечивает? Но это ошибка. Все элементарно, серая краска, грунт универсальный. Короче, в принципе, это пофигу, грунт не грунт. Главное, чтобы была серая краска. Вот таким вот образом это выглядит. Вот она, в принципе, уже высохшая стоит. Хотя ее красили где-то там, может, полчаса назад. Для чего это делается? Значит, вот здесь вот специально оставили белую платформу, чтобы показать, затянули. Стоит платформа белая, вот она. И она просвечивается. То есть мы ее видим. Здесь будут совсем маленькие такие споты стоять. Вот. И, соответственно, вот этот ободок мы весь будем видеть, весь ореол. И это не очень симпатично. Допустим, вот здесь вот стоит уже покрашенная платформа. Вот я ее пробую. И ее уже не видно. То есть даже если вот так обтянуть, она не просвечивает. Если вам надо затемнить брусь или какую-то большую фанеру, ну, это платформа из фанеры, да, не надо использовать белую краску. Многие вот так вот ошибаются. Надо использовать вот серую эмаль. Можно использовать серый грунт. Но ни в коем случае не белую краску. У вас будет прям белесое пятно поверх белесого потолка. Соответственно, чтобы вот этого всего не было видно, вот сюда ставить вот эта ответка. И только после этого, а нет, после этого еще самое сложное, самое сложное, начинается разметка. Представьте, 10-метровый коридор, в котором вам надо установить вот такие вот прямоугольники. в одну линию, чтобы потом визуально все это выглядело четко. Соответственно, здесь надо уже применять и лазера, и нитки натягиваются, и так далее. Все это 10 раз перепроверяется, и прочее, прочее, прочее. Потому что любая ошибка, перекос даже там на пол, не знаю, там на пару миллиметров, вы будете видеть этот светильник, соответственно, полотно полностью пойдет под замену. Ну, как бы там можно что-то помудрить потянуть, но чаще всего полностью пойдет под замену. Поэтому установка вот уже вот таких вот светильников, она стоит существенно дороже. Для понимания, на сегодняшний день это полторы-две тысячи, в зависимости от типа вашего светильника. Вот, и иногда даже какие-то нестандартные нам совсем присылают, но там они совсем уж неудобны. Там может до двух с половиной доходить. Так что при покупке, при выборе светильников, имейте в виду вот эти вот тонкости по цене, вот, и подумайте, то есть не только у вас светильники, но выглядят они, конечно, красиво, не только за светильники вы должны заплатить, но и за их установку. Все, всем пока.